Здравствуйте! Говорят, достаточно давно, дело длится достаточно давно, я думаю, пора горожанам рассказать все-таки его суть. Итак, Сергей Рыжков обвиняется в том, что он продал имущество предприятия, водоканала и потом за долги, затем брал его в аренду. В чем суть обвинения конкретно? Ну, продал он его не за долги, как раз он его в аренду отдал, потому что оно было арестовано за долги. То есть, сегодня Сергей Рыжков обвиняет в том, что он, как вы уже сказали, продал имущество водоканала на общую сумму порядка 6 миллионов рублей. В число этого имущества входили легковые автомобили, больше десятка, компьютеры, оргтехника, офисная мебель. Ну, различным участникам продал. А после этого имущества он себе же, у этих же покупателей взял в аренду. То есть, по версии обвинения, сделано это было для того, чтобы это имущество, ну, просто говоря, спрятать от судебных приставов, потому что на часть этого имущества уже был наложен арест приставами, а на другую часть приставов только собирались обратить взыскание, поскольку исполнительные производства уже были возбуждены. Обвинение звучит злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями, да. Марина, я бы хотела привести цитату из вашей статьи, слова самого Сергея Рыжкова. Суммарный простой автомобиль за 2011 год составил 776 часов, то есть фактически 3 месяца они не работали. В 2012 году этот простой составлял уже 1834 часа. Ремонт с привлечением сторонних организаций в 2011 году обошелся в 287 тысяч рублей, в 2012 в 377. У этих авто был пробег более 120 тысяч километров. Любой здравомыслящий автомобилист такую машину реализует. Видя эти цифры, я и принял решение о продаже. Наверняка документы, договор и прочие необходимые бумаги изучались специалистами, юристами, экономистами. Это их все-таки был промах допущен или пока еще слишком спорный вопрос, чтобы говорить о виновных, искать виноватых? Ну, действительно, Сергей Рыжков сегодня в суде на своем допросе, когда начался в минувшую пятницу, говорит о том, что эти сделки были согласованы и с юристами, и с финансовой службой предприятия. Без этого согласования он бы просто не подписал данных договоров. Более того, он говорит о том, что экономический эффект от этих сделок был, что если бы сделки по купли-продаже не соотносились бы по деньгам со сделками по аренде, то есть, если бы это было невыгодно для предприятия, он бы никогда на них не пошел, и данные договоры просто не были бы подписаны. То есть, Сергей Рыжков говорит о том, что данные сделки имели экономический эффект для предприятия, и это подтвердило свидетель стороны защиты, которая также выступала в пятницу в суде. То есть, от реализации данного имущества ВДКонал получил 2,5 миллиона рублей, и последующий доход от аренды этого же имущества составил порядка 900 тысяч рублей, который, как выверждает сегодня свидетельство страны защиты, пошел на выплату кредиторской задолженности. А горожане как-то пострадали от этой сделки? Увеличились ли тарифы или качество услуг? Что изменилось для горожан? Ну, вот что самое интересное, кстати говоря, на суде та же свидетельство страны защиты, которую я уже упомянула, она как раз говорила о том, что если бы эти сделки не были бы проведены, то есть, имущество бы осталось у ВДКонала, то есть, ВДКоналу пришло бы вкладываться в том числе в капитальный ремонт, который, понятное дело, стоит и недешево, то как раз бы в этом случае предприятие понесло бы значительные затраты, возросли бы тарифы для населения по водоснабжению и водоотведению. Марина, ну у нас действительно в стране, в регионе очень много говорят о борьбе с коррупцией, об экономических преступлениях. Почему именно это дело стало таким громким? В остальном, что все в порядке? Ну, во-первых, потому что речь идет о муниципальном предприятии, о предприятии одном из самых больших Архангельска, речь идет о АБВО-директоре, который, помимо всего прочего, является депутатом Архангельской городской думы, как известно с депутатов, и спрос особый. Точно так же, как сегодня резонанс получила дело бывшего городского депутата Виталия Графа и нынешнего областного парламентария Сергея Мышковского, который обвиняется в преднамеренном банкротстве третьего лицезавода. Кстати, хочу отметить, что его слушает та же судья Чебыкина, который слушает сегодня дело Сергея Рыжкова. Кстати, слушает уже больше года, то есть дело достаточно долгое. Точно так же, как общественный резонанс получила дело Алексея Ворона, бывшего генерального директора аптечной сети фармации, о котором мы с вами в прошлый раз говорили, дело о растрате. И, кстати, к предыдущему разговору хочу добавить то, что резонанс связан еще и с тем, что эта аптечная сеть занимается льготным лекарственным обеспечением, то есть обеспечением лекарствами льготной категории населения. Вот, например, некоторые коллеги сегодня мне рассказывают о том, что фармации и некоторые препараты стоят даже дороже, чем в частных аптеках. То есть в государственной аптеке лекарства стоят дороже, чем в частных. Поэтому тоже это все люди видят. И когда такие дела появляются на горизонте, что называется, их невозможно пропустить. И точно так же, как резонанс вызвала дело северодвинского чиновника Евгения Халтурина, который сейчас находится на рассмотрении в Северодвинском городском суде, вот на 16 ноября назначено очередное заседание, то есть будет озвучено обвинение в его адрес. И его дело сегодня связано с предоставлением непригодного жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И за всеми этими процессами следит газета «Правда Север». За всеми этими процессами мы тщательно следим, отследим до конца, расскажем читателям о том, чем они закончились непременно. Марина, я благодарю вас за беседу. Я думаю, настало время рассказать о других интересных статьях свежего номера газеты «Правда Севера». Катя, этот номер «Правда Севера» я очень рекомендую, без преувеличения. Та тема, которую мы затрагиваем в этом номере, она касается подавляющего большинства жителей нашего города. У нас состоялась вторая открытая площадка в нашей редакции. Это был совместный проект с телеканалом ПС. Телеканал ПС снимал эту площадку. Вся информация уже вышла в эфир. То есть была информация на нашем электронном ресурсе. И вот в сегодняшней газете «Правда Севера» на третьей и четвертой страницах, то есть расшифровка вот этого долгого длинного разговора, который состоялся с нынешним министром ТКГ ЖКХ Архангельской области Игорем Годишем, это один из кандидатов в главы города Архангельска, который подал заявку, и с директором фонда капитального ремонта Архангельской области Бараевым. То есть разговор касался, в частности, и выборов главы города, но по большей части это разговор, конечно же, о капремонте, об аварийном жилье. То есть прозвучало достаточно много интересной информации, которую без преувеличения, то есть эта информация важна для каждого, это информация, которую нужно, может быть, даже взять на карандаш, чтобы потом впоследствии свои дома нам уметь содержать в порядке, и не было с этим проблем. И также, Катя, рекомендую в этом номере статью, которая опубликована на 22-й полосе нашей газеты, это статья автора Елены Малышевой, она касается того, что в 2015 году в онкодиспансерии были поставлены на поток эндоскопические и гинекологические операции, то есть тоже статья без преувеличения привлечет внимание женщин, поскольку онкологические заболевания традиционно занимают лидирующее место в структуре смертности заболеваний, не только в Архангельске, но и по всей стране. Данные операции позволяют для женщин выйти из этой ситуации с меньшими потерями здоровья, поэтому я так думаю, что почитать интересно, и не только специалистам, но и простым нашим женщинам. Поэтому вот тоже сильно рекомендую данную статью. И тоже еще хочу особо отметить, приятная новость как для нас, так и для наших читателей. С ноября этого года мы продаемся в киосках Роспечати, нас можно найти в любом киоске, нас больше не нужно искать по магазинам города. То есть вот сегодня сама я с утра подошла в киоску Роспечати, спросила, есть ли Правда Севера, мне сказали есть, я ее купила. Также порекомендуем. Принесла сегодня эту газету в нашу студию. Да, всем нашим горожанам искать газету Правда Севера во всех киосках Роспечати. Марина, я вас благодарю за беседу и жду вновь в этой студии. У нас в гостях была журналист областной газеты Правда Севера Марина Тритиченко. Я с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова